Здравия желаю, уважаемые братья и сестры! Сегодня у нас БТГ обогреватель на базе тепловентилятора ветерок с отключенным кулером. ТЭН 1 кВт применяется, здесь встроено термореле, которое будет регулировать так, что расхода не будет. Произведенный тепловентилятором ток тепловое вещество останется на нем, а лишний уйдет назад в электротеке, потому что термореле будет разделять. А сейчас мы включим и посмотрим, как работает эта система, и посмотрим замеры на счетчике. Вот включили, видите, красное, всё, сработало термореле. Тепло выходит 400 градусов, то есть это типа система тепловая пуска, ребят. Вот опять включилась и опять выключилась тут же. Смотрим, ребят, показания. А, чтобы она выключалась, ребят, когда соединяете ноль, слабо соединяйте, чтобы у нас ток сразу поступал назад. Видите, 237, вот сейчас смотрим, актив, актив ток. Актив ток. Сейчас включится. Подождём, ребят. Сейчас, видать, сильно нагрелась. Пока тепло не выйдет с неё, всё, она не включится. Вот включилась. Сейчас, видите, красное выключилось. Как видели, было показание 600 ватт активки. А реактивка, ребят, всё. То есть 600, там ещё, значит, около 1000 ватт. А сейчас реактивку посмотрим. Срабатывает сразу, потому что ослаблен ноль, ребят, чтобы сразу срабатывало. При подключении системы ноль делаем слабой. Тогда срабатывает сразу. И тогда у нас ток возвращается. То есть нам не надо, чтобы она долго работала. Значит, мы видели, что активка была 600. Сейчас мы посмотрим реактивку. 600 ещё там. Вот включилась. Наблюдаем, ребят. Реактивка. 400, 500 и выдели 200. То есть 600, те же 600. То есть 600, ребят, активка. 600 активка, 600 реактивка. А тепло постоянно. Вот сейчас она горячая. Пока тепло выходит, значит, 400, потом потихонечку распространяется на комнату. То есть бесплатное отопление. Сколько взяли, столько вернули. Мы даже, вернее, не взяли. Сколько произвели и столько завернули обратно в электротехнику. А сейчас, уважаемые братья и сестры, мы посмотрим схему этого замечательного изделия. Итак, схема изделия, ребят. Нагрев 4, тепловентилятор, ветерок с отключенным кулером. ТЭН 1 киловатт. Терморелев встроенный, но я вывел его, чтобы вам было понятно. Разделяет фазу. Значит так. Включили питание. Тепловентилятор, ребят, стал выделять тепло. И сразу же отключилось. Тепло это осталось здесь, но вначале-то оно было общее, а лишнее тепло ушло назад. Почему? Потому что сюда, источник питания не может, ребят, сюда подать. Здесь разделено. Значит, наше тепло, которое мы произвели вот этим ТЭНом 1 киловатт, греет 400 градусов. Потом оно выходит в тепло, и система включается ноль. То есть расход ноль, нагрев, значит, до киловатта и возврат 600, где-то от 600 до киловатта. По-разному. Благодаря этой системе мы можем бесплатно, ребят, отапливать помещение до 100 и выше кубов. Это типа тепловая пушка, получается. Выстрелил, потом остыл, опять выстрелил. И расходность, что произвела она, при нагревании ТЭН произвел, осталась на ТЭНе, не пошло, ребят, на источник питания и не пошло на трату этих генераторов тока на теплоэлектростанцию. Почему? Потому что термореле закрыло проход, и получилось разделение тока. То есть тепло, ребята, и безопасно тепло, и при этом нет употребления. Для того, чтобы система работала правильно, ребята, видите, нулевой провод, вот здесь вот вы его скрепляете, здесь вот выход с ТЭНа, да, когда вот выход, два провода, вот здесь нулевой. Контакт делаете слабым и закручиваете, чтобы не распался, закручиваете изолентой. Или одеваете полиэтиленовый колпачок такой, есть специально, ну это знаете. Тогда она будет срабатывать в течение одной секунды. А если вы не сделаете, ребята, ноль, то у вас тогда может быть расход. Почему? Потому что система тогда будет работать более время, и КПД сниться так, как часть тока успеет попасть и возбудить ток источника, который будет тратить топливо. То есть проще сказать, наша задача, чтобы токи поменьше встречались. Когда они встречаются друг с другом, они друг друга, как говорится, жгут. Тепло одно ждет, тепло другое. А так они у нас не встречаются. Сразу рад отключили. Это сюда, это сюда. А для этого я же вам объяснил, что применяйте, значит, при соединении делайте слабый контакт нулевого провода. Но чтобы он вообще не распался при работе, обязательно, ребята, обязательно замотайте изолеты. Благодарю вас за внимание и всем желаю крепкого, железного, богатырского здоровья и успехов в труде и обороне. Благодарю вас за внимание.